Добрый день, дорогие друзья! Я направляюсь в сторону моря, через парк культуры и отдыха. Сегодня снова душно-жаркий день. Дело к вечеру, поэтому не так жарко, как обычно, к огнём. Ночью шёл сильный дождик, но от этого день всё равно был очень жаркий, очень душный. Честно, у меня прямо от жары, не знаю, в огород падает. Только море помогает. Ну и я тут по природным, по горам, по долам путешествую. Да, это относится к парку Ривьера в Сочи, небольшой парк. Ну он очень уютный, он небольшой, но классный, мне очень нравится. Ну тут самая удобная такая дорога к морю. То есть не в каждом месте. Здесь на Утилове все есть, ещё места, где можно к морю попасть. Памя, я отсюда вот далеко поймал. Представляешь, опять тянется. Умеляемся по парку, тут очень красиво. Зимой может быть не так ярко, хотя тоже все вот эти вот растения. Ну, не все бархарцы, конечно, не растут, а в целом красота, конечно. з oikeсть, приглашаем. Опять давайте фотографируется. Ну что покормировалось? Ой, а тут фотографируются. ăn что-то, вот как первое登録. И вот красиво цветочки. Там кстати парк с лебедями, я говорю, мы с ребенком летом не катались, зимой катались, летом обычно море-море, вечером у них тут подсветочка, причем зимой и летом такая плохучая ива, я так думаю, может это еще какое-то дерево, но оно просто шикарное, вживое оно просто огромное, может это не плохучая ива, похоже, что здесь часто встраивают такие дискотеки, я как-то вам снимала, когда взрослые танцуют и смотрят за детьми, которые здесь отдыхают на аттракционах детских, такая альтернатива некоторая, чтобы тоже как-то отдыхать и смотреть за детишками, которые в наше время, да и всегда, я думаю, что надо все-таки смотреть, вообще очень-очень красиво здесь, не устаю, так сказать, восхищаться, конечно, если бы не было вот этих деревьев, всего, природа, оно все одно другого дополняет, волшебно, какие-то даже шишечки или что-то такое, как хорошо в тени, это просто вообще супер, что есть разные варианты, хочешь потяни, идешь, хочешь не потяни, разными дорожками, обычно по основной, по центральной дороге иду, здесь вот такой вот тоже целые аттракциончики поезда, самое здорово, что здесь можно и зимой гулять, да, то есть нет какого-то ограничения в паре такой парк, в принципе прогулка бесплатная, даже просто пройтись по такому парку уже приятно, в этом случае для меня, ну, а дети, их отсюда не вытащишь, поэтому, когда ребенок тоже видит, он хочет все-все-все-все посетить здесь, это, ну, такой из минусов, да, все остальное, в общем-то, я бы сказала, все остальное плюс, а так-то, что детям все хочется, все нравится, ну, не все, конечно, но я имею в виду, что, конечно, здесь и для маленьких детей совсем аттракционов, ну, вот такие вот для совсем маленьких детям рыбалки, ну, и потихоньку, постепенно выходишь к основному, так сказать, выходу дельфинария, океанариум и к морю, да, здесь вот гончарная лавка, мне очень нравится, кто работает, кто бывает, не работает, здесь такая интересная местечко, можно с самим делать, а потом забираешь свои же изделия, вот такие вот всякие оригинальные лавочки, скутера, видите, она вроде бы миниатюрная, но вполне хватает для того, чтобы отдохнуть и ребенка своего видеть, там уже разные всякие гостевые дома, какие хочешь, можно тоже рядом где-то отдыхать, есть места, да, а есть где-то вывески, где написано, где нет места, такое бывает, честно говоря, друзья, я жду, когда уже вообще жара спадет, мне прям очень-очень хочется прохлады, хотя я не могу сказать, что я там, ну, прям сильно зиму хочу, купаться там в море классно, но, ой, какая кисуля хорошенькая, но в то же время не хочется, ну, дохота, в общем-то не самое хорошее, что может быть, возле моря, конечно, да, хорошо, очень здорово на этих мостиках, можно фотографироваться, людей, кстати, все больше и больше приезжает, но в основном все сосредоточены на море, что в принципе неплохо, а мы сейчас тоже пойдем на море, еще немножко поснимаю всю эту красоту, и потом дальше увидимся на море, смотрите, погнули, на самом деле, и зимой здесь тоже, да, посмотрите, если зимнее видео, тоже очень-очень все красиво, оно очень-то брызгает, потому что, говорят, есть какая-то зараза, которую даже пальм не съедает, в этом году очень много насекомых, таких вот клещей или американских вонючих, как только не называют, мраморных, ну, это потом целую хочу передачу сделать, потому что много вопросов, которые съедает просто весь урожай, то есть они съедают все, пальчики, вот такой небольшой эфирчик, но я думаю, что на море еще поснимаю для вас, ну, хорошее, увидимся, года хорошее, также тоже вечером раз, и дождь, и молния, и гром, потом с утра уже как будто не было ничего, вот так вот.